Приветствую вас, друзья! Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Ирина Басюк, я официально обозреватель компании Ariflame. И сегодня я смотрю на новинку, новый продукт. Это новинка 2018 года, праймер для губ. Праймер, что такое праймер? Когда я прочитала об этой новинке, меня это заинтриговало, потому что у нас такого в компании еще не было. Я прочитала, забежала в Google, да, и в принципе мало косметических компаний, которые делают праймеры для губ. В основном это профессиональные марки, такие как NYX, MAC и Urban Decay. Буквально-буквально вот только начинается. Зачем нужны праймеры? Что это такое? Ну, давайте разберемся вообще, что такое праймер. Наверняка вы слышали праймер лица. Для чего он нужен? Для того, чтобы выровнять вашу кожу, сделать холст и заполнить морщинки. При помощи специальных средств или кончиков, то есть разровнять кожу. После этого ваша тональная основа будет выглядеть великолепно, макияж будет более стойкий. Есть праймер для век. Для чего он нужен? Для того, чтобы подготовить вашу кожу, заполнить мелкие морщинки и сделать ваши тени, макияж более устойчивым. Для чего нужен праймер для губ? Оказывается, то же самое. Для того, чтобы подготовить вашу кожу губ, заполнить мелкие морщинки, придать небольшой, больше чуть объема. Для того, чтобы ваша помада, любая обычная матовая, блеск для губ держался дольше, цвет был более насыщен. Карандаш достаточно большой. 2,8 граммов. Хорошо выкручивается, закручивается. Абсолютно не имеет запаха. Имеет восковую кремовую консистенцию. Наносится очень легко. Я вам покажу макияж губ с праймером и без праймера. Для того, чтобы вы сравнили, посмотрели. Если вам понравился мой макияж, то я как раз его записывала. Чуть позже я обработаю и выложу. Это мой новогодний, вечерний макияж. Вы часто делали запросы, как я делаю макияж при помощи Тинейджер Дани Гол. Потому что там своя немножко техника тушевки. Нужно их вбивать, вбивать. Но об этом чуть позже. Внизу будет ссылочка, где я буду формировать плейлист официального обозревателя Ари Флэм. И плюс на моем сайте все это будет в одной копилочке, чтобы вы посмотрели, может быть, обзоры о других моих продуктах. Для того, чтобы вы посмотрели разницу. Первое. Сейчас на мои губы ничего не наносено. И я нанесу мою любимую помаду. Скорее всего, сделаю также под контур, чтобы вы посмотрели разницу, как можно увеличить губы. И насколько они становятся более плотные. Это нанесение помады без праймера. Этим праймером я пользовалась уже неделю. Видите, немножко кривоватый стержень, то есть скошен. Здесь нарисована вскрытая баночка. Шесть месяцев. Это означает, как только вы открыли первый раз продукт, как только вы им начали пользоваться, после шести месяцев, все-таки лучше выбросить этот праймер. Даже если он стал вашим любимым, любимкой. Не жалейте. Все-таки придерживайтесь сроков годности каждого продукта. Ухаживайте за своими губами, чтобы на них не было шелушений. Иначе они не могут выглядеть на миллион, какая бы дорогая помада ни была. И часто использую вот такой вот любой крем для век, потому что кожа вокруг губ такая же нежная и хорошо подходит, чтобы ваши морщинки, которые появляются в скором времени, чтобы они были менее заметны и также разглаживались. И, соответственно, с утра ваши губки будут действительно ухоженными. Также периодически делайте скрабирование ваших губок при помощи скраба. Если вы очень сильно опаздываете, просто возьмите полотенцем и потрите ваши губки. Я думаю, что быстрое шелушение, вот это все можно убрать. Конечно, как самостоятельный продукт его наносить невозможно, потому что есть любые шелушения, которые у вас есть. Этот праймер тут же их подчеркну. Но это только на первый вид, только на первый взгляд. Потом, когда вы наносите помаду, это куда-то исчезает. Какие ощущения с этим праймером? Текстура праймера, такая, знаете, как гигиеническая помада, либо бальзам, но более тяжеловато. Вы ощущаете этот продукт. Он обволакивает, чувствуется такой, знаете, как немножечко восковой эффект. Когда вы прорисовываете контур, чувствуется, как он становится более объемным. И это, кстати, проблема антивозрастного макияжа в тем, что со временем контур губ у женщин становится более блеклый. И вот эти вот морщинки, которые образуются, они сразу делают рельеф губ. Ну, визуально не очень красивым, потому что как раз-таки идет такое вот старение губ. А тем самым праймером вы выталкиваете эти морщинки изнутри, ваши губы становятся снова сочными, свежими. Как раз-таки и был придуман такой ботокс для того, чтобы выровнять контур губ. Наверняка вы будете спрашивать оттенок помады. Это матовая помада Джортани, оттенок 3-2-3-2-2, лиловая орхидея. Матовая помада – это тренд, который нисходит уже много лет. И обладательницы матовых помад жалуются, что они сушат губы. Я не могу пожаловаться на то, что вот эта помада сушит губы. Она мягкая, комфортная. Оттенок получился более насыщен, и губы стали более плотные. То есть такой немножечко эффект, как подкалывание. Губок чуть-чуть есть, и на более плотные, ухоженные. Я называю, что губки на миллион. Праймер ухаживает за вашими губами, потому что здесь есть масло шеи. Честно говорю, я не пробовала праймеры других компаний, других марок. Но по отзывам, когда я прочитала о NYX, MAC, Urban Decay, все пишут одно, что вау, это просто потрясающая находка. Как мы без нее обходились. Потому что сейчас идет тренд на матовые помады. А как вы понимаете, любые матовые помады любых брендов, марок, они подсушивают губы. И, соответственно, они делают губы более шелушащимися. Продукт может быть капризный. И я читала отзывы, что самые капризные помады, самые капризные какие-то жидкие тинты, которые полосят на вот этот праймер, они ложатся так же идеально. Я посмотрела, все праймеры имеют примерно такую же белую восковую текстуру, то есть такое же описание. Я думаю, что компания Reflame сделала подобные. Но я не знаю в сравнении как. Но да, там Urban Decay порядка полутора тысяч, MAC тоже в этой стоимости, но на порядок в раза в три дороже. Поэтому компания знает, какие продукты нужно высылать на обзор. Они становятся моими любимками. Встретимся с вами в четверг, когда расскажу вам еще об одной новинке, которая также стоит на моем туалетном столике. И рука постоянно тянется и тянется к ней. Всем успехов! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok